Своих детей сегодня Вишняковский сквер приводит уже те, кто сам когда-то, будучи школьником, здесь гулял с родителями. Зелёная зона выглядела по-разному. Заметно изменился сквер после большой реконструкции. Новые дорожки, скамейки, газоны и клумбы. Отдельно даже есть детские площадки. Но всё так же с центральной аллеи всех отдыхающих приветствует Владимир Ленин. Первый на Кубани памятник вождю пролетариата было решено сохранить, как и саму площадь сквера, который теперь стал ещё зеленее. Проведена формовочная обрезка всех деревьев на территории сквера. Если говорить в целом именно об объектах озеленения, то вообще высажено более 20 тысяч объектов озеленения, более 50 деревьев новых. Что касается сноса, максимально мы приложили усилия, чтобы сохранить именно ту зелень, которая здесь была, чем славился всегда этот сквер. За благоустройством Вишняковского сквера следили и горожане, и даже губернатор края. Венемин Кондратьев вместе с мэром Краснодара не раз выезжал на место реконструкции. Тогда же глава региона обозначил свою принципиальную позицию по строительству капитальных зданий на территории зеленых зон. Несколько лет назад участок рядом с Вишняковским сквером передали под возведение гостиницы. Сейчас идут судебные разбирательства, чтобы вернуть эти земли в границы зеленой зоны. Даже самые большие покровители никому не позволят в парках города Краснодара строить гостиницу. Давайте то, что осталось зеленого, сохраним для города или горожан. О выполненном поручении губернатора рапортует и в Белореченске. Здесь появилась многофункциональная спортплощадка с уличными тренажерами и зоной воркаута. С просьбой оборудовать место для занятий физкультурой местный житель обратился к Венемину Кондратьеву на приеме граждан. Есть у нас немножко удален от центра города микрорайон. И вот как раз таки хотели попросить, чтобы поставили эту площадку там. Сегодня мы сделали такой алгоритм, график, можно сказать, дорожную карту установки спортивных площадок с элементами паркаута. И даже без, многофункциональные они называются. Осталось только подождать. И я надеюсь, что площадка на самом деле будет. Но меня больше волнует вопрос не то, чтобы она была в том микрорайоне, о котором вы говорите. Они в целом должны появляться по краю. И вот здесь основная сегодня наша задача. Потому что дети – это вот то, наше завтра, о котором мы можем позаботиться сегодня. Спорт стал доступнее не только для жителей больших городов. Новые комплексы и залы по поручению главы региона стали открывать в маленьких станицах и хуторах. В поселке Степном Кавказского района, например, всего 13 улиц. И живет там чуть больше тысячи человек. Открытие школьного спортзала для них событие скорее историческое. Наша школа существует с 1933 года. И никогда в ней не было спортивного зала. Даже в поселке никогда не было спортивного зала. Днем, конечно же, здесь будут вестись уроки физкультуры. После обеда здесь будут секции. Ну а в вечернее время местные жители смогут заниматься спортом. А для тех, кто предпочитает спорту досуг культурный, в районном центре вновь заработал кинотеатр. Его открыли в Кропоткине после капитального ремонта. Зрителей киноцентр не принимал почти 20 лет. Теперь в дни премьер-фильмов от желающих просто отбоя нет. Люди приходили, а им не хватало билетов. Было обидно, конечно. Приходили не только молодежь, приходили более старшее поколение. Это бабушки, которые смотришь. Наверное, последний раз они были лет 20 назад в кино. Эти глаза блестящие. О том, что у нас заработал наконец-то кинотеатр. Немало поручений глава региона дает прямо во время встреч с жителями. В Новокубанском районе Вениамина Кондратьева попросили помочь с ремонтом музыкальной школы в Станице-Советской. После реконструкции в учебном корпусе появились просторные классы и концертный зал. Больше полусотни детей приходят на занятия по хоровому пению, учатся играть на аккордеоне, баяне, фортепиано. Открытие музыкальной школы для многих из них стало большой ступенькой к осуществлению заветной мечты. Я хотела бы стать пианисткой. Я хочу везде выступать, чтобы меня все видели, мама, чтобы видела.